Главная задача это то, чтобы она стала жива. И она об этом сама четко сказала, что ставка это моя жизнь. Я вот в начале передачи говорил, я посмотрел еще раз, кто это сказал в отношении того, что вопрос о Надежде Савченко четко регламентирован Минскими соглашениями. Это сказал господин Мартин Сайдик, представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, если мы не хотим, то есть от того, что наши граждане будут громить российские дипломатические представительства, нарушая все мыслимые и немыслимые международные договоренности и законодательство, от этого она на родину не вернется. Вот для того, чтобы действительно это сделать, нужно нам со своей стороны точно так же четко... Николай, вам не кажется, что в сайте посылал этот сигнал не Украина, не Киева, а России? В Минских соглашениях четко записано обмен всех на всех. Вот и он четко сказал о том, что Надежда Савченко включена в этих всех на всех. Вот поэтому наша власть этим должна заниматься. Николай, я повторю свой вопрос. Вам не кажется, что этот сигнал был послан все-таки не Киеву далеко, а России? И нам тоже. По поводу Минских соглашений? Он был послан всем участникам. Ну уж во всяком случае не тем, кто протестовал у российского посольства. Вы считаете, это цивилизованная форма протеста была? Какая? А вы считаете, что держать Савченко в застенках и морить ее голодом, это цивилизованный подход? Я не сравниваю эти вещи. Я говорю, я не сравниваю эти вещи, ребята. На следующей неделе вы соберетесь на работу, возьмете, посмотрите, подождите, посмотрите в глаза своему коллеге, Поросюку, и расскажете ему, как нужно проводить цивилизованную акцию. Я скажу, Поросюку не слышит ничего. Вот какой путь вы видите? Я еще раз вам говорю, это реализация активной участия в реализации Минских соглашений. Это общие слова, вот детально. Детально в отношении чего? В отношении того, что в соглашениях записано, я вам отвечу, в соглашениях записано всех на всех. ОБСЕ говорит, что Савченко участвует в этом обмене всех на всех. Значит, не получается, значит, должным образом наши власти не прикладывают к этому усилия.